Ну что, здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Чупер. Посмотрим, поставьте лайк, комментариев. Стимул больше снимали с видео. Вот. Снова жусь. Сегодня поднимем тему дебилоидов малолетних, которые в тиктоках снимают, как они ломают могилы, как они бухают на кладбище, как они там сношаются, как обезьяны. Сношаются, как обезьяны, как говорится, верещат там, как это, дикие животные, хрю-хрю-хра-хра и так далее. Свинюшки эти малолетние. Я не знаю, откуда мода появилась, такая бредятская, что можно по могилам ходить и долбать памятники, которые денег, по сути, стоят, да? И мертвецы явно вам потом спасибо в будущем не скажут. Мстят ли мертвецы таким дебилам? Конечно же, мстят. Почему? Потому что много было замечено. Была в 90-е такая компашка отмороженных чмошников. Потому что они уже всей семьей ром на тот свет ушли. Причем так интересно это все произошло. Просто даже родители не ожидали. Кому они потом их не водили? И к церковникам, и ко всяким этим родалкам, там, и так далее. Магистрам седьмого уровня и пятого поколения чертей. Вот. Ничего не спасли. Причем они один за другим сначала спивались, а потом они уходили на тот свет. Зато я семерочку-то в Екатеринбурге помню. Причем тоже ни менты, никто не мог ничего с ними сделать. Типа. Типа. Ну что, родители были хорошо видать. Как это называется? Оплатоспособные, да? Юристы знакомые, там, нытье мамаш хорошо прокатывало. Как всегда, врать матери любят, что у них дети самые идеальные, и отцы тоже. Ну, потом от этого страдают. Кстати, потом эта мамаша не дожила, потому что ее же сынок и грохнул, так сказать. Ну, страшная история была. Вот, постепенно месть пришла. Они также памятники ломали, они все уничтожали. Один, я помню, у них год самый последний живучий был. Он такой худой, тощий стал. Вот. Такой худющий. Весь такой из себя как будто на смерть ходячий. Как будто патологоната, блин. Вот. Из ЕГБ самый старый. Вот. И причем кони двинул потом. Ему на застолб, кстати, наверное, прятаться было бы удобно скелету. То есть, по сути, человека выкачали, его выкачивали постоянно, ему кошмары снились, у него крышка хлопала. То есть, много-много чего такого, да? Поэтому это новое поколение, оно еще тупее, я думаю. Поэтому ну, в минус, раз не хотят понимать, хоть не понимают, как жить в этом мире вообще. Я понимаю, что с точки зрения, допустим, медицины или с точки зрения некоторых вообще демонологов, кладбище, это тупо хранилище трупов, да? Тупо яма, где трупы гниют и перерабатываются. Это понятно. Или кормление какое-то падали. Но нужно всегда понимать, что там есть всегда какие-то силы, какие-то духи, хоть бесы, хоть что-то еще, да? Которых дети вот эти нацепляют, тащат домой. Особенно, меня вот это поражает мода таскать скелеты из каких-то бомжов, больных. Вы вообще проверяли? Может там какой-нибудь спидофозник, сифилитик, да? Или какая-нибудь опасная болезнь? Вот. А вы берете, ой, ха-ха, прикольно так, а в Тик-Токе мы все такие некрофилы. Ну вот это в некрофиле болезнь. Вот. Психушки вообще-то лечатся, когда люди лапзают других трупов, обожают там, с ними все, трупачины себя увешивают. Я не говорю, что они колдовством кем занимаются. Естественно нет. К некроманке, некромаге там это не относится вообще, или к какой-то демонологии даже. Что-то грибов прям кошмар. Сколько много. И человек, который это делает, он конечно же не думает о будущем. В чем всегда опасность? Это из 90-х вот эта фигня была, малолеток сколько подохла, да? Просто шпалами. Ну что и в наше время будет так же еще продолжаться. Потому что безграмотность растет. Чем безграмотнее народ тупее намеренно обтупляют его, тем больше он агрессивнее и работают инстинкты животные. Да, вот эти хрю-хрю. Вот это все, да? Вот поведение неадекватное, которое даже с девушками уже общаться нормально не могут. Да? То есть там допустим как-то этикет проявить хотя бы, да? Там уважение, там что-то еще, комплименты и так далее. Не, нафига? Мы тупо хотим получить свое и все насрать. То есть вот такие условия потребительские, да? И поколение такое конечно же уничтожает всю историю. Они уничтожают все, что сделали деды какие-то, там может быть даже там 41-го какое-нибудь там кладбище, еще что-то, да? Там из-за какой-то войны великой, теоретически, еще что-то. Вот не столь важно. То есть чью-то память уничтожает что-то, еще, то есть это такие, как сказать, опасные моменты. Потому что на кладбище, я говорю, есть опасные могилы, которые, я не говорю, какой-то военный там памятник, которым можно вообще трупов нет. Вот. И вообще не те подхоронены, как всегда бывает, да? Собрали, кого попало и месиво склали. Все, это наши герои. Тра-ля-ля. Вот. Главное, эгрегор подпитывается и похрен. Кто там лежит, вообще не важно, кто контактер этот, контакт этот создает, кто ток этот создает. Конечно же, есть опасность в чем? Есть общий разум, да? То есть, допустим, хозяин кладбища или хозяйка там, кто как называет, вот это общее существо, которое собирает эту энергию из всех трупов, их сознания, их мысли, и все, что у них там было. Вот. Медиумы меня поймут. А если, конечно, они еще живы, медиумы, и деградируют, так же с пеной у арта под наркотой, как эти шизики малолетние в тиктоках. И, естественно, ну, это, наверное, из той стадии тоже, которые живодеры, не жертвоприношения, живодеры есть тоже, которые на кладбище ходят, там что-то делают. Вот тоже идиоты вообще. Для чего вы это делаете? Для популярности? Вот это проблема, понимаете? И есть, конечно же, последствия. То есть, когда вы контакт нарушаете на кладбище, то есть, это, по сути, плата такая, можно сказать, вашими словами там, технарями скажу, да? То есть, нарушается схема, схема общая. И появляется тогда или страж, который там, так сказать, работает восстановителем этих схем, спаять, чтобы снова связь соединить и контакт постоянный шел, подпитки энергии общего эгрегора, кладбища, да? Потому что они все взаимосвязаны, каналы. Ну, естественно, тогда, когда детишки это все натворили, они уходят с чувством исполненного какого-то долга, судя по их видео. Я не буду это показывать. Значит, сольют, а то у нас любят YouTube и как это, Россия там и так далее. Ну, вот эти интернетные-то работники, которые постоянно любят банить за правду. Не, правда не надо. Да вы что? Зачем? Вот, у нас же все прекрасно, чудесно в мире. Да-да-да. Так прекрасно, что все в бомжадике живут многие. И в нищете. Погрась. И, конечно же, вот это отражается. Бедность, нищета, зависть богатым, зависть вот этой крутости. Это очень отражается в мозгах и у малолетних людей, у которых еще пока мысли о потрохушках, потребностях, хочу денег и навязанных ценностях. Это так и работает. Причем у них разум же работает как? Чем больше запрещаешь, тем больше, значит, это надо, тем больше это вызывает любопытство и интерес, как говорится, да? Поэтому здесь опасная сторона, я говорю. Поэтому они будут это делать, это будет их наказывать. По сути, это весь род может потом уничтожиться. Плюс это же всякая болезнь там. Ладно некротика, ладно проклятие какие-то, порчи на них переходят. Может кто-то что-то скидывал и так далее. Вот это бухать на кладбище какой-то, это шабаш, да, устраивая. Но это же без какой-то цели, это тупо для пиара, это показать, что я ничего не боюсь, да? Это как раньше мужиков проверяли в лес, отправляли, как говорится, охотник, давай добычу нам покажи, что ты мужик, и ты 18-летний там, или когда совершеннолетие, это мужчина типа стал мужчиной. Да-да, мужчины они, мужчина уже родился мужчиной, если кто не в курсе вообще-то. Вот. То есть это тупость, вот это тоже ритуально. Здесь я думаю так же, потому что нет вот этих стандартов, правил уже каких-то построенных, то есть чем должен мужчина заниматься или подросток, к чему он должен готовиться, к взрослой жизни хотя бы и так далее, там, хотя бы с девочкой и ребенка потом нормально заделать, или, как говорится, воспитать его с мочи, а не кинуть и не ждать материнского капитала к многим, да? То есть вот эта халявность, вот эта все дозволенность, вот это, что нельзя им запрещать что-то, нельзя их наказывать, это бредятина собачья, она по сути из них делает животных таких, потом эти животные уничтожат любую систему, любое государство, не расхитители, гробниц, да, или могил, это просто пакостники, которые как всегда будут наказаны, как всегда больны, кривы, и что за потомство потом у таких самцов по-русски сказать, или самок будет, да? Такое же больное, кривое, хрен по какому колену, потом их зачистить, хочет зачистить до смерти. Ни один врач потом не скажет, а что у вас болит, тут у вас букет целый, и спит, и сифилис, и трепачок, вы все собрали, молодцы, с кладбища вы еще водичку там пили, я помню, там в видосе одном еще водичку пили, молодцы, да-да-да-да-да-да, вы знаете, пейте дальше, побольше желательно, ну, чтобы, так сказать, естественный отбор был. Кто-то там дерево стучит, что ли, ну, себе по яйцам так ударил. Ну, что, всем отдачу, успех с вами, сам чувств, вставьте лайк, комментируйте, репостите, удачи!